Не знаю, сколько здесь Александр Гончар добавил. Попустили мы этот эпизод, замена, выяснение отношений в штрафной площади ЦСКА. Две минуты у нас миновало. Как вы видите, очень яркая концовка этой встречи. Историчные армейцы пока побеждают со счетом 1-0. Находятся они на поле, на половине поля Сатурни. Очень хорошие эпизоды пошли. Сейчас будет все-таки удаление, вы видите. Да, вы посмотрите. Еще одно выяснение отношений. Жиркова оттаскивает здесь главный арбитр. И в рукопашную, уже в рукопашную. Жидер бьет Шембереса, Березусский здесь совсем не то. И посмотрите, запасные. Вениамин Мандрикин в первых рядах толкает пасть ее зачем-то. Но Мандрикин тоже имеет свойство грязи. Болельщик появился на поле. Вот этого не хотелось бы, конечно. Только я вспомнил татами, началась борьба у нас. Да. Вы посмотрите, Болельщик, где же Афрани? Да, и Болельщик здесь выбежал. Столичных армейцев. Да, скандалом у нас заканчивается этот матч. И все это может привести к дисквалификации стадиона. Вы знаете, какие у нас жесткие порядки. Все может, обычно такие беспорядки могут закончиться очень плохо. Совсем не нужное окончание этой встречи. Понятно, что кипят страсти, никому не хочется прыгать. Посмотрите, Болельщик здесь выясняет отношения. Показывает. Да, Валерий Георгиевич Газаев здесь на поле с Болельщиком. Просит главный тренер ЦСКА выйти. Болельщик спокойно покинуть поле. Да, показывает ему, что он, да, вот сейчас на ваших экранах как раз... Я думаю, не повезет это Болельщик. Да, как только он покинет пределы поля, вам показывают повтор забитого мяча Дмитрием Кириченко. Страсти у нас утихают. Да, посмотрите, Оди исполняет передачу. Здесь ошибается защитник центральный. И забивает, забивает Кириченко. Важнейший матч, конечно. Мяч. И матч тоже. И матч, безусловно. Армейцы подтягиваются в группе лидеров, потому что, ну, есть у меня уверенность, что доведут они этот матч до победы. Да, уходят болельщик и Кончильский здесь, что-то выясняет, Дмитрием Кириченко. Летят бутылки с трибуны. Да, все это может очень плохо закончиться для этого стадиона. Смотрите, Ерошику разбили лицо. Валерий Георгиевич Газаев покидает поле. Газаев просит футболистов успокоиться. Но думается, что уже игроки успокоились. Все, что они хотели сделать, они уже сделали. У нас вообще есть такие негласные футбольные законы, когда один из футболистов разбирается с другим, другие не вмешиваются. А здесь некрасиво получилось. Шемберс вмешался, потом летела толпа. Вообще, уже не первый раз мы используем в этом репортаже слово «некрасиво». Начал это еще Оди в самом начале первого тайма. А вот здесь было ясно уже, когда сбили Симака сзади. Это не тот футболист, против которого хамит. Это джентльмен. И здесь началось половина. Начинает атаковать Жиркова там за спиной. Здесь была очень массовая потасовка. Вы не все видите. А вот это вот как красиво с Шемберсом. Цена куча. Вот это самое пекло борьбы. Называется. Но есть футболисты в составе той и другой команды, которые отличаются бойцовским характером. Но, к сожалению, это не всегда проявляется в жесткой игре на поле. И они оказались в эпицентре скандала. Самое плохое, что появился этот болельщик. Люди приходят на стадион получать удовольствие. Они должны мешаться. Тем более футболисты это святое. Он может выяснять отношения с руководством команды, с судьями, еще с кем-то. Но трогать футболистов команда, которая доставляет тебе удовольствие, даже противоборствующие команды. Да, болельщик действительно себя повел некрасиво. Толкал он игрока тут Сатурна. Естественно, все это только рассодорило игроков. Но я не буду говорить, что игра испорчена, потому что игра была очень интересная. Еще будет, мне кажется, продолжаться. Осталось вот это некоторое недоигранное время. Ну, не больше минуты, скорее всего. Но, не знаю, может, главный арбитр встречи примет решение не продолжать матч? Тоже было бы необоснованно, потому что игра практически завершена. И потом будут всевозможные споры. Ну, давайте пока выяснять отношения со счетом 1-0, пока у нас эта встреча идет, и, скорее всего, армейцы выиграют. Отметим, что эта команда наберет 40 очков. Пять раз сейчас продемонстрировал красную карточку Гончар. Ну, и нам очень сложно разобраться, кому он их отбивил. По фамилиям, да, футболистов было вокруг больше. Кого удалил конкретно. Давайте посмотрим, кто бы ходит с поля. Направляется 24-й номер УССК. Это только что вышедший Василий Березуцкий, Юрий Жирков. Вслед за ним. Кроме того, пока мы не можем разобраться, кто у Сатурна. Да, вот повтор эпизода показывает четверым футболистам. Базаев и Бастия покидают у Сатурна поле, и Василий Березуцкий, а также Жирков уходят с поля.